Я делаю такое пробное видео. Пока у меня интернет открывается, кушаю горох с пшеничной кашкой. Собираюсь прочитать отрывки из одной из книг Джозефа Мерфи. Думаю, как выставить красиво свет, чтобы и я красиво получилась на видео. Феерически. Ох, да, что такое феерическое. Феерически получилось на видео, чтобы хорошо было видно. Сегодня у нас 5 февраля, 6 часов утра, 21 минута. Хотела прочитать вам отрывки из книги. У меня она есть в таком виде. Вечная жизненная истина. Книжечка Джозефа Мерфи из моей библиотеки. Но, к сожалению, в интернете я ее не нашла. Есть другие книги, сейчас посмотрим. Просто здесь более удобно. Можно шрифт побольше сделать. На компьютере. Ну что, «Сила вашего подсознания» Джозефа Мерфи. Книжка, которую можно прочитать в интернете. Я хотела выписать некоторые научные молитвы Джозефа Мерфи. А для этого просмотреть книжку. Ну, чтобы совместить приятное с полезным, в рамках моей творческой студии, ну, что здесь делается больше шрифта. «Сила вашего подсознания» Джозефа Мерфи. Ну что, однажды одна работающая в Лос-Анджелесе молодая дама рассказала мне, что ей предложили вдвойне оплачиваемое место работы в Нью-Йорке, так как перед ней стал вопрос, принять это предложение или нет. Она прочла молитву. Моё подсознание знает, что лучше для меня. Оно покровительствует всему хорошему и даёт мне правильное решение, которое пойдёт на благо мне и всем участвующим в этом предприятии. Я полна благодарности, потому что я знаю, что мне с надёжностью дадут правильный ответ. Она повторяла эту простую молитву снова и снова, пока не заснула. И после этого утром внутренний голос убедительно предостерёг её от поездки в Нью-Йорк. Итак, она отклонила предложение и, как вскоре оказалось, поступила правильно. Несколько месяцев спустя фирма, в которую она собиралась устроиться, объявила о своём банкротстве. Сознательный разум способен выполнить правильное решение из известных фактов под сознанием. Однако открыто много глубоких и более широких связей. Почему? Если советы и предостережения должны быть восприняты, как и в данном случае. Очень серьёзно. Вот такие вот дела. Это на первая глава. Не бывает предначертаний, которые нельзя было бы изменить. Ваша собственная умственная установка определяет вашу судьбу. С помощью научной молитвы, которая уже описывалась в одной из предыдущих глав, вы можете дать своему будущему желаемое направление. Человек пожинает то, что он посеял. Заработал во сне 15 тысяч долларов. Три или четыре года назад один из моих студентов прислал мне газетную статью, в которой рассказывалось о человеке по имени Рэй Хаммерстрэм, работавшем на прокатном заводе акционерного общества «Джон Энд Логлин» в Питтсбурге. Он заработал с помощью сна 15 тысяч долларов. В статье рассказывалось о том, что заводские инженеры прилагали отчетные усилия, чтобы подчинить плохо работающую стрелку, посредством которой раскаленные железные слитки направлялись по восьми вальцовочным дорожкам. Уже добрый десяток раз предпринимались всевозможные попытки, но все было напрасно. Хаммерстрэм интенсивно размышлял, как можно было бы повысить надежность установки. Но вначале он столкнулся с непреодолимыми трудностями. Однажды, среди размышлений, его вдруг осморил сон, и во сне он увидел в совершенстве и до мельчайших подробностей продуманную конструкцию стрелки, которую он после того, как проснулся, тут же начертил. Это видение, явившееся Хаммерстрэму, когда он задремал, принесло ему чека в размере 15 тысяч долларов, самую крупную сумму, которую предприятие когда-либо выплачивало своему сотруднику за рационализаторское предложение. Вот такие вот дела. Интересно, правда? Как знаменитый профессор решил свою проблему во сне? Ой, это знаете, открылась у меня какая страница? Это 43-я страница. Она как-то сама у меня открылась, очень интересно. Это 43-я страница этой книжки. Я подумала, что это как-то первая, как-то подумала, может быть, это первая страница. Нет. 43-я страница книжки. Ну, такие вот дела. Джозеф Мерфи «Сила вашего подсознания». Сейчас я накрашу губы, сейчас я принесу, поставлю сюда мою видеосъемочку, потому что для того, чтобы, ну, что-то я с комплекта решила, так вот, поставить сюда. Так, сюда я поставлю, сейчас я приду. Так, сюда я буду. Сейчас минутку будет в компьютер поставить на зарядочку. Сейчас зарядочку принесу. Сейчас зарядочку еще принесу. Поставлю компьютер на зарядочку. Один момент. Здесь у меня стоит. Там у меня свет, здесь у меня будет зарядочек. Ну сейчас. Вот, кстати, обратите внимание, мое шикарное пальто. Смотрите, какая красота. Это мое пальто шикарное. Которое я покупала в интернет-магазине. Кстати, продаю. Продаю мое пальто. Ох, будете круче, чем, знаете, вот это вот из коллекции. Знаете, вот будете, знаете, кто вот купит. Это, знаете, будет круче, чем из коллекции Славы Зайцева. Еще такое понче. Понче-понче. Это пальто где-то около 20 тысяч. Даже больше я за него платила. За пончо 1015 платил. Смотрите, как накинут, смотрите. На это пальто накидываете. Это пончо. Ох, и вообще такой шикардос. Так что вот. Кто желает приобрести. Сейчас я поставлю съемочку. Давай, поставлю. Кто желает приобрести такое шикарное пончо. Кстати, какое шикарное. Знаете, такое кодовое название, слово Зайцев просто отдыхает. Пончо-пончо. Вот, и шикарное пальто. Кстати, продаю совсем даже дешево. По 4 тысячи рублей. 4 тысячи рублей за такое шикарное пальто. Обратите внимание, эксклюзив. У меня такой немножко дополненный дизайн. Такой просто эксклюзив. Обратите внимание. Какие рукава, какие вышивки. Ох, такая красота. Обратите внимание. Какое вот это вот. Какая вышивка сзади. Это длинное пальто. Длинное пальто. Смотрите, какая вышивка там. Такие шикарные и красивые вышивки. Какое пончо шикарное. Вот. Еще я буду продавать эту штучку. Сейчас я вам покажу. Продолжение следует. А еще продаю такое платье. Все-таки блестки-блестки. Это или такое. В другом у меня таких 3. Одно из этих. И вот эту вот, так скажем, такое... Это курточка. Такая весенняя, осенняя курточка. Я все покупала в магазинчике. В интернет-магазине. Так что вот. Ну, эту курточку я продаю где-то за 3 тысячи. За 3 тысячи рублей. И за 2,5-2,8 тысячи. Вот эта шикарная с блестками платья. Так что вот. Смотрите, какая красота. Какая просто красота. Кто желает приобрести, может мне позвонить по телефону. Моя творческая студия позитивного мышления. Принесила позитивные мысли. Татьяна Салманом Немактун Саи Фудин. Это я. Это моя очередная передача. Моя творческая студия позитивного мышления. Так что вот. Ну, просто в ближайшее время я собираюсь это продать. В ближайшие дни. Так что, возможно, кто-то увидит на моей странице ВКонтакте. Татьяна Салмана через дефис. Мактун Саи Фудин через дефис. Кому-то понравились эти вещи. В общем, очень даже дешево. Во-первых, я очень дорого покупала. Вот. Ну, в интернет-магазине. Продаю намного дешевле. Ну, или на моей странице Фейсбука увидите. Или на моих каналах Ютуба. Татьяна Салмана Мактун Саи Фудин. На русском, на английском языке. Там около 7 тысяч видео. Даже больше на каждом видео я. Сейчас приду. Сейчас запалюшу. Так, сегодня у нас... Ну, да. Сегодня у нас 5 число. Мне нужно оплачивать завтра интернет. Оплачивать. Оплачивать мне нужно интернет. Так что вот. В магазин покупать продукты. Такие вот дела. Поскольку, если я не оплачу интернет на следующий месяц, он у меня работать не будет. А сегодня уже 5-е число. Завтра. Завтра мне нужно уже оплачивать. Так что вот. А вообще я написала. Написала я там, брендирую на моей странице ВКонтакте. Вы смотрите. Как бы мне пришло письмо от Михаила Маратовича Фридмана. Foundation. Я, кстати, написала с моего e-mail на этот Foundation. Спросила у них 9800 долларов. Так что вот. Но они мне пока ничего не ответили. Хочу сейчас посмотрим. Может быть, пришел какой-то ответ. А вообще я хотела. Возможно, Михаила Маратович смотрит. Или там, как бы, передает их. Знаете, как говорится. Я же тоже опубликовала там письмо правительства Брунея. Так что вот. От султана Хасанала. Что правительство Брунея. Вообще султан Хасанал. Свой день рождения. Кстати. Ему исполнилось 75 лет. И свой день рождения. Он мне выделил 2 миллиона долларов. Я просто хотела вот что сказать. Может быть, с Гарри Выбором, с кем я там общалась? Из Лондона. Я стипендиат с Михаилом Маратовичем Фридманом по этим документам. Клятва соглашения о комфициальности. И, в общем, другой документ. Может быть, кто-то там, лондонские юристы, в общем, каким-то образом поспособствуют. Потому что, во-первых, там нужно заплатить за членство в этом фундейшене. И я так понимаю, когда я уже, понимаете, я же выслала около 6 тысяч долларов в фундейшен, вернее, за мой грант в Бокшира Фундейшен. Вот. Грант я так и не получила, поскольку для пересыла денег тоже нужны деньги. Поэтому вот такие вот дела. Может, они как-то договорятся. Я, кстати, с Гарри Выбором переписывалась. Может быть, он как-то каким-то образом поспособствует. Там, понимаете, вот правительство, правительство Брунея, 2 миллиона долларов. Привезите мне наличными деньгами 1,5 миллиона. Представляете, как это выгодно? Хотя я посчитала. Вы знаете, я вообще посчитала. Сейчас я вам скажу. Это чтобы уже заплатить и членские взносы, и привезти уже эти деньги, 1,5 миллиона долларов, мне наличными. Пол миллиона долларов. Хороший дел, правда, для какого-то юриста? Знаете, я так вот думала, знаете, вот эти вот там продаются гамбургеры, да, гамбургеры, ну, эти макдоналдси, вот эти штуки-то, такие, эти гамбургеры, да, гамбургеры, с такой-то штукой. Они просто около 200 рублей стоят. Вы знаете, вот эти гамбургеры, они стоят 200 рублей. Вот. Я так понимаю, что изготовить их стоит 20 рублей. Чистая прибыль где-то 70. Для того, кто, чистая прибыль. Вот. А чтобы вот это продать, вообще привезти рекламу и так далее, там вот этот гамбургеры, ну, это мы по моим каким-то вот таким вот этим подсчетам, это вообще около 100 рублей. Понимаете? В себе стоимость 20, я продаю за 200. В общем, вот моя страница, страница ВКонтакте. Я открыла мою страницу ВКонтакте. А, вот что я очень хотела сказать. Еще кое-что мне надо будет скупку отнести, кое-какие такие мелочи. Лягушку. Кстати, я вам покажу сейчас лягушечку. Я им уже носила, они сказали, чтобы я еще раз принесла. Они еще хотят раз на нее посмотреть, на эту лягушечку. Так что вот, это такая лягушка, мне ее мой бывший муж дарил в Америке по-римаксвеллдански. Это такая штучка. Сейчас я вам покажу эту лягушечку. Ну ах, это такая лягушечка. Сейчас, дорогие друзья, сейчас, одну минутку. Вот, обратите внимание, какая лягушечка, она просто красивая. Кстати, какая красота. Такая вся с бриллиантами. Ах, это лягушечка. Это подарок был. Для меня, моего бывшего мужа. Такие сердечки. Такая лягушечка. Кстати, какой эксклюзив. Такие еще штучки, как говорится, тарелочки, знаете, это украшения. Тарелочки, украшения. Так что вот, вот такие же дела. Что еще интересного? Сейчас давайте посмотрим. Может быть там ответили. А так я опубликовала. Опубликовала письмо, которое я написала принцу Салману Алсауду. Отправила в Саудовскую Аравию. Так что вот, я это опубликовала, это письмо, такое большое, это письмо, знаете, когда там первого числа, первого числа, часа два писала. Часа два писала на, так скажем, я использую, я когда пишу письма, я использую на Яндексе электронный переводчик. То есть по-русски набираю, мне переводчик переводит на английский язык. Так что вот, вот такие вот дела. Больше двух часов писала это письмо. Ну, я в открытом доступе его опубликовала. Хотела я тут вчера, да, написать и Султану Бруне это уже письмо, я уже продумала, хотя я подумала, напишу сначала все это по-русски, я там такими абзацами писала, абзац перевожу, потом на мою, так скажем, на мой e-mail, вот, чтобы это как-то вот это, хотя надо было там, может быть, и пробелы сделать. Знаете, как я писала? Вот, набирала по-русски. У меня же, я же вообще, у меня же машинопись-то очень хорошая, так быстро набираю. Вот, в общем, набрала я, там, это перевод сразу на английский, честно говоря, я не проверяла, вот, если бы я это проверяла, еще письмо, делала там абзацы, оно бы заняло у меня, наверное, 4 часа времени, понимаете? Я и так его писала 2 часа, вот, я подумала, конечно, там, может быть, надо было сделать абзацы и вообще как-то английский проверить, вот, и вообще прочитать его, вот. А я его не читала на английском, хотя иногда в электронном, ну, когда, понимаете, электронный перевод, иногда бывают там, ну, вы поняли, да, какие-то такие погрешности. Ну, вот. Я так вот по-русски, по-русски, текст по-русски набираю, а уж как там на английском переводчик перевел, я по абзацам к себе на мой имейл потом скомплектовала и отправила. Подумала, читать не буду, если я бы еще это читала, делала абзацы, может быть, там, может быть, что-то там, хотя надо было, конечно, его как-то вот прочитать. Обычно, обычно, когда я пишу небольшие письма, я это, конечно, читаю, неизвестные слова у меня, я перепроверяю еще раз на переводчике, с русского на английский, с английского на русский, чтобы мне было понятно, что за слово вставил, в общем, электронный, но я там написала, что это электронный перевод. Потому что обычно мысль, мысль Татьяна Сталмановна идет со скоростью света, я вот как говорю, так я и письмо, я сразу, сразу так вот быстро, как-то вот сразу думаю, сразу быстро это набираю. Так что вот. Здесь вообще, конечно, такие умные компьютеры, сейчас вообще телефоны есть, очень умные, им вообще говоришь, они уже текст тебе набирают, надо было, конечно, это освоить. Знаете, как этому, как писателю, как вообще сценаристу, мне, конечно, это бы очень пригодилось. Знаете, есть такие новые-новые гаджеты. В общем, на самом деле, нет, ничего не ответили они здесь, ничего не ответили. А, вот еще что передайте. Есть очень хорошая функция на моей стране, а, еще мне нужно оплатить будет 600 рублей, 8-го, у меня 8-го числа оплату 600 рублей по моей карточке. Бэнк, Бэнков Тинькофф, так что вот, 600 рублей. И такая там функция, выспитилась, вы знаете, все, узнаем какие-то новые, такие вот эти интересные штучки по поводу возможности, Бэнков Тинькофф. У меня кредитная карта на 7 тысяч рублей. Вот, такая там функция есть, можно запросить деньги у какого-то, ну, у какого-то абонента запросить какую-то сумму денег. Так что, как его звали, Сергей Николаевич, Сергей Николаевич, управляющий ШК Биржевод, так что вы передайте. Он вроде как не прочитал мой смс Виктору Мишину, может быть, с ним общаетесь? Передайте Виктору Мишину, что та самая Александрова Татьяна Юрьевна, которая продала ему парковку, вот, а также как в каком-то там, в каком-то 16-м году продала свою квартиру на Волховском. Так что, вот. А сейчас она Татьяна Салмановна Мактум Саинфудин, я Виктору Мишину послала сообщение, попросила у него 5 тысяч рублей. Так что, вот. Ну, он ничего не ответил, вроде как он не прочитал, потому что бренд Димы Егорова почти моментально мне ответил и отказал в моей просьбе. А еще я послала такое сообщение Лизе, моему косметологу, так что, вот. И Степану. Степану тоже я послала, Степан тоже ничего не ответил. Ну, вот. Который привозил мне из Валбориса на, в мой эйлинг заказы. Он даже однажды привез, ну, для Матильды платья, для моей кошки Матильды Перисадебаси. Вот, оно было отдельно от заказа, оно стоило всего 300 рублей. Он специально приехал и для Матильды привез платье. Она вообще встречала, была так рада, так что, вот. Такой у меня там списочек, подумала, ну, ладно. В общем, в общем, что? Хотя надо, хотя, знаете, вот эта наука, великая наука жизни нам что говорит? Когда Татьяна Сталмановна продавала квартиру на Волховском. Знаете, можно же позвонить в Петроэлектросбыт и узнать, сколько за электричество я там должна была. А у меня там было даже вперед заплачены деньги. Даже больше заплачено, чем электричество у меня там нагорело. Я, в принципе, так же прозвонила, они сказали, что, ну, вы поняли, да? А агент, через агента я продавала квартиру на Волховском за 13 миллионов 500 тысяч рублей. В 16-м году деньги я в 17-м получила. Агент мне сказал, что я прозвонила, это Валентина такая была. Вот. Я прозвонила, что вы еще должны там за электричество, по-моему, там несколько тысяч рублей. Тем Салмановна спорить не стала. Зато вот теперь, как бы мне, знаете, конечно, надо было вот этой вот Валентине, конечно, послать. Конечно, номер ее не знаю. Надо было этой Валентине послать вот эти сообщения, сказать, чтобы она вернула моей вообще несколько тысяч рублей. То, что, а я подумала, ладно, знаете, вот, не знаю, такой широкий жест, знаете, вот эти вот широкие жесты, как они вот это вот. А теперь, понимаете, сама вот рассылаю сообщения, что мне нужно и за телефон заплатить, и за интернет заплатить. Так что вот, вот такие вот дела. Надо, конечно, было очень по, знаете, по-еврейски мудро поступить. Сказать, сейчас, ну да, разбежалась, тебе еще две тысячи рублей. Но я посчитала, что я продаю квартиру за 13 миллионов 500 тысяч рублей, и что, в общем, как-то дискутировать с этой Валентиной и за пару тысяч рублей, что там это за это электричество, я подумала, что, в общем, я не буду, я ее лучше заплачу, потому что такие огромные деньги я получаю. Так что вот. Ну, судя по всему, вы вот спросите, знаете, вот Татьяна Салмановна при первой же возможности спросит у этих миллиардеров. Так что вот. Я думаю, что все-таки они вот такие миллиардеры, поскольку они не разбрасываются, как я там вышла тогда с этой сумкой, с этими 13 миллионов 500 тысяч рублей, а там еще мне в кассе дали такую, ну, в общем, там что-то такое, вернули там что-то, какие-то денежки. В общем, там по такой штучке я еще получила пару тысяч или как-то, по-моему, то, что были полторы тысячи рублей, и положила ее в карман эти деньги. Так что вот. Ну, что-то там такое, расчет там был где-то полторы тысячи, я положила в карман. И когда мы с Василием Ряновичем уже выходили, эту историю уже рассказывала, ко мне подошла пенсионерка, такая тетенька на пенсии, спрашивала, вам не скажете, где-то какая-то улица, вот. Я сказала, что я не знаю, сколько это было на Петроградской, да, и в общем, я правда не знала, что там она спрашивает, но я решила ей дать вот эти деньги, где-то полторы тысячи рублей. Я даже не знала. Судя по всему, миллионеры и миллиардеры, а не потому, миллиардеры и миллионеры, что, наверное, они не разбрасываются вообще деньгами. Как-то вот это вот. Хотя я не знаю, я у них поинтересуюсь. При первой же возможности. Хотя, обратите внимание, там тоже опубликовала такую интересную, я посмотрела, что самые большие чаевые вообще это были 15 тысяч, 15 тысяч долларов. И вообще я придумала такой текст, я там даже опубликовала, вы там можете почитать. Я так и пишу, что если вам нравится моя творческая студия позитивного мышления, силы позитивной мысли, мой лайф-джорнал, мои видео, Татьяна Салман и Мактум Сайфудин, you're welcome, вы можете мне прислать чаевые, я написала 18 тысяч долларов. Так что вот, прислать мне таких чаевых 18 тысяч долларов. Шикарно звучит, правда? Мы на этой шикарной ноте, мы и, так скажем, я надеюсь, мой волшебный компьютер записал. А, еще хотела, знаете, подумала, сейчас я этой помадкой, ох, накрашу, знаете, клубничные губы, такая буду вся вот эта. Ну, такая, знаете, такое, в общем, душ я недавно приняла, душ приняла, аффирмации почитала, всю книжечку этой Натальи Правдиной аффирмации прочитала. Веление Вознесенных Владык прочитала. Так что вот, такие вот дела. Сейчас буду ложиться спать. Сейчас буду ложиться спать. И 38 минут позитива со мной. Астантина Салмановна Мактум Сайфуде. Просто смотрю, сейчас будет скоро 30-38 минут. Ну и, конечно, мой ресторан, Лакафе де Бьюти, творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...